Авторскую программу «Обо всём понемногу» на 23-м канале смотрите каждый вторник с повторами в четверг, субботу и воскресенье в 18.00. Здравствуйте! В эфире Таганровская телевизионная сеть. Как обычно в это время вы смотрите очередной выпуск программы «Обо всём понемногу». Эти полчаса с вами я, ее автор и ведущий Евгений Тагарян. 7 января православные христиане отметили сверлый праздник Рождества Христова. Я предоставляю слово благочинному приходу Таганровского округа протоверию Алексею Лысикову. Дорогие друзья, искренне от всего сердца поздравляю вас с великими и светлыми праздниками Рождества Христова и Богоявления. Я молитвенно желаю, чтобы грядущий 2018 год был для всех нас мирным и счастливым. А Господь и Спаситель наш Иисус Христос не оставил нашу Церковь и наше Отечество Твоей милостью. В нынешнее непростое время мы также должны делать всё, чтобы окружающий нас мир стал лучше и добрее. Проявлять заботу о ближних и творить дела милосердия, помня слова нашего Спасителя, «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Как учит нас святитель Иоанн Затаус, человек более всего должен учиться милосердии, ибо оно-то и делает его человеком. Кто не имеет милосердия, тот перестает быть человеком. Милосердие служит отличительным признаком человечества. Оно есть признак Божества. На этом спасительном пути добра, созидания и заботы о ближних я желаю вам крепости, душевных и телесных сил, здравия и долгоденствия. Ещё раз поздравляю вас с Рождеством Христом и Новолетием. Помощь Божия да пребудет со всеми нами. Вот и пришло время нашего вкусного совета. Сегодня одним из своих рецептов с вами поделится Марина Цветкова. Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем готовить творожную запеканку. Для этого нам потребуется 500 грамм творога, 2 столовых ложки манки, стакан сахарного песка, 3 яйца, около стакана сметаны, чуть-чуть соды, несколько кристалликов ванилина и немножко сахарной пудры для украшения. Разбиваем яйца в миску. Добавляем сахар, перемешиваем всё. Высыпаем манку. И снова хорошо перемешиваем. Кладём сметану. Теперь добавляем несколько крупинок ванилина и немножко соды. А теперь выкладываем самый главный продукт – творог. Всё это тщательно перемешиваем. Хочу уточнить, что творог должен быть или протёртый, или пропущенный через мясорубку. Тогда запеканка будет намного нежнее. Чтобы наша запеканка получилась более воздушной, самое лучшее, конечно, поставить её на несколько часов в холодильник, чтобы манка настоялась, разбухла. Но если к вам неожиданно пришли в гости, можно выпекать и сразу. Пусть наш полуфабрикат пока настаивается, а я тем временем займусь подготовкой формы. Для этого смазываем или растительным, или подсолнечным маслом нашу форму изнутри. И обсыпаем манкой. Чтобы наша запеканка легче вынималась из формы. И теперь выкладываем сюда подготовленную смесь. И теперь нашу форму с будущей запеканкой мы ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 40 минут. Наша запеканка готова. Даем ей немного остыть, чтобы не повредить, когда будем вынимать из формы. Хочу добавить, что запеканку можно готовить не обязательно в определенной форме, а можно в любой сковородке. Вкус её от этого не изменится. Теперь остывшую запеканку перекладываем на блюдо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посыпаем её сахарной пудрой. При желании можно украсить её фруктами, ягодами, орехами, любым кремом. И тогда наша запеканка превратится в маленький праздничный торт. Приятного вам аппетита! Мы продолжаем знакомить вас с ассортиментом мебельного магазина «Семья». Сегодня продавец-консультант Юлия Кулиш расскажет вам о том, как выбрать мебель для гостиной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Выбор мебели для гостиной задача непростая. Всем нам хочется сделать её оригинальной, не похожей на другие. Как правило, в гостиной отводится центральное место в доме и неспроста. Именно в ней мы принимаем гостей и собираемся всей семьёй вечерами. Гостиные делятся на два вида модульные и цельнаготовые разных размеров. Данная гостиная представлена в размере 3,40. Её центральная часть предназначена для телевизора. А с двух сторон находятся полочки для посуды, закрытые гнутыми, стеклянными, воздушными створками с пескострунным рисунком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А по бокам два шкафа. Один с полками для белья, а другой – плотяной, которые делают эту модель многофункциональной. Эта модель гостиной комплектуется тумбой ТВ размером 2 метра. И на выбор – двухстворчатым шкафом или трёхстворчатым шкафом или двумя сразу, как в этом варианте. Для тех, кто считает себя противником громоздкой мебели, подойдут модульные гостиные, составленные из множества предметов. Приобрести можно как одну единицу, так и составить вашу гостиную из нескольких модулей. Здесь важно то, сколько именно мебели необходимо для вашего помещения, а возможно цветовых решений помогут вам в этом. В следующем выпуске программы поговорим о прихожих. До свидания. Магазин «Семья» предлагает широкий ассортимент мебельной продукции на любой вкус и финансовые возможности покупателя. Диваны, спальни, кровати, детские спальни, прихожие, шкафы-купе, гостиные гарнитуры, обеденные столы и стулья, кухни различной конфигурации. Хороший ассортимент, хорошее качество. Устраивает цены, качество товара. Хорошее обслуживание, ассортимент потрясающий, очень понравилось и порадовали низкие цены. Получили скидку уже. Даже получили скидку 5%. Уважаемые гости и жители нашего города, приглашаем вас в наш мебельный магазин «Семья». У нас вы найдете все необходимое для вашего дома. Приходите, мы будем вам рады. Вас ждут по адресу улицы Чехова, 135А, в район Центрального рынка ежедневно с 9 до 17.00. Телефон 8-951-510-4010. Россия – одна из немногих стран, в которой отмечают Старый Новый год. В канун этого события я провел экспресс-опрос и узнал, как относятся к этой традиции жители нашего города. Уже совсем скоро наступает Старый Новый год. Как вы относитесь к этой традиции и празднуете ли вы этот праздник? Естественно, ежегодно и с удовольствием. И традиция хорошая. Народ празднует, гуляют люди. Мы замечательно относимся к этой традиции, обязательно будем праздновать. Это старинная традиция, которая нам всегда нравилась. Еще в студенчестве мы обязательно этот праздник отмечали. Ну, Старый Новый год – это только русское понятие, потому что Новый год не может быть старым. Поэтому в этом словосочетании есть особенно очарование этого праздника. Поэтому мы всегда рады его отметить. И в этом году обязательно будем отмечать. Обязательно. Это очень хорошая древняя традиция. Очень мило. Здесь зарубежные самые страны, многие, и отмечают и Новый год. И Новый год по-старому очень мило. Прогреганскому и Пальянскому календарю. Так что это очень-очень хороший семейный праздник. И он всем нравится, и все его ждут, и кутюр. Одним словом, великолепный праздник. Ну, традиционно в семье относимся положительно. Праздник как для детей, так и для взрослых. Да и после тяжелого трудового года отдохнуть, как бы это тоже нужно. С уважением относимся. Положительно. Положительно относимся. Празднуем, конечно, каждый год. И в этом году не исключение, тоже будем праздновать. Конечно, это праздник семейный. Отмечаем только семьей. Большой, нашей дружной, любимой семьей. Отлично относимся. Всегда отмечаем. Да? Да. Что да, да? Будем праздновать. Налябим вареников с сувенирами, с сюрпризами. Да. И будем праздновать. Вы знаете, спокойно отношусь. И, ну так, символически, будем говорить так, символически, таких глубоких, глубины нету, так скажем. Скажите, пожалуйста, какое блюдо обязательно должно быть на праздничном столе, вот старый Новый год? Я подозреваю, что утка. Мне нравится утка. Главное, что мне собака. Может быть, что-нибудь испеку. Обязательно овсяное печенье. Чтобы пахло на весь подъезд. Ванилькой. Ванилькой, да. Ну, я думаю, что это утка с яблоками и, наверное, вареники с сюрпризами. Ну, перехутья. Это, так сказать, продолжение, так сказать, Рождества. Ну, я же не скажу, но стол должен быть красивым и обильным. У меня много всего на столе всегда. И салаты, и обязательно что-то мясное. Салаты оливье и коробовые палочки. Мои любимые. Ой, ну, наверное, наша традиционная утка. Мы всегда делаем с яблоками утки. Селедка под шубой оливье. У нас, как всегда. Что на Новый год, что на Старый год. Да, селедка под шубой оливье. Гусь. Ребята, я же вспомнила. Главное, что должно стоять на столе Старый Новый год, это вареники с сюрпризами. Точно. Пожеланиями. Чтобы все пожелали друг другу всего самого-самого. Желайте. И всегда желания сбываются. Вот все, что я в жизни мечтала, у меня почти все сбылось. И обязательно дальше сбудется. Я верю в это. Много вареников с сюрпризами. А там уж что попадется. Я не помню. С рисом мне что-то связано, по-моему, или нет? Нет? Не угадал? Нет. Нет, не угадал. С варениками. А, правильно. Да-да-да, вареники. Да-да, помню еще бабушка еще туда вареники, что-то вкладывала, да? Отсюда, да? Точно, точно. Вот-вот-вот. Помню, видите. Кажется, кое-что помню. Вот помню бабушка делала все это. А теперь мы ненадолго приверем наш экспресс-опрос, чтобы вместе с директором супермаркета Аида Евгением Подорожным выбрать вареники для праздничного стола. Здравствуйте. Приближается старый Новый год, основным символом которого всегда были вареники. И не простые, а с сюрпризом. Как говорится, как встретишь Новый год, так его и проведешь. А еще, что попадется в вареник, как сюрпризом, так тому и быть. Это уже стало национальной русской традицией, гадание в эту ночь. А верить или нет, это дело каждого. Основными начинками для вареников всегда были творог и картофель с жареным луком или грибами. Но в эту ночь в начинке может попасться все, что угодно. От конфеты до апельсина. Это может быть горох, орехи, сухофрукты, соль, перец, сахар и даже монета. Все зависит только от вашей фантазии. Так, например, если вам попадется горох в начинке, это к семейному благополучию, перец с острым ощущением, монетка финансовой стабильности. Кроме того, вареники это не только вкусно оригинально, это еще и очень просто. Достаточно их забросить в кипящую воду на несколько минут, после этого красиво выложить на тарелку. И ваше блюдо готово. А такие добавки, как масло, сметана или сливки, способны только подчеркнуть вкус вареников. Конечно, каждая хозяйка хотела бы слепить их своими руками, но не у всех на это есть время. На этот случай мы всегда можем купить готовый полуфабрикат в магазине. Но теперь возникает вопрос. Как же выбрать по-настоящему качественные и вкусные вареники? Первым делом обратим внимание на их внешний вид. Для этого упаковка должна быть прозрачной. Если вареники целые и ровные, то это хорошо. Если же они слиплись, значит была нарушена температура хранения. И они очень часто подвергались размораживанию и замораживанию. От такой покупки, конечно, лучше отказаться. Далее обратите внимание на цвет. Качественные вареники должны быть либо белого, либо кремового цвета. Если же они сероватые, либо имеют желтый цвет, значит использовалось некачественное сырье. Возможно добавление красителей. А теперь перейдем к составу. Хороший производитель обязательно укажет его правильно. То есть на первом месте будет тот ингредиент, которого больше всего в составе. Все остальные будут стоять по убывающей. В конце окажется соль и специи. Кроме того, для теста и для начинки должен быть указан отдельный состав. Не менее важно их процентное соотношение. Если начинки вареников более чем 50%, значит перед нами по-настоящему хороший продукт. Далее обратите внимание на цену. Хороший фолуфабрикат не может стоить меньше чем 45 рублей за 500 грамм. Всегда покупайте только качественные и натуральные продукты. И тогда вашим праздничным столом будете довольны и вы, и ваши гости. Хороших вам праздников! С Новым Годом! Теперь все, у кого нет времени самому приготовить вареники сюрпризом, знают, как их правильно выбрать. А я снова предоставляю слово участникам экспресс-опроса. Теперь у вас есть возможность поздравить кого-то конкретно или всех жителей нашего города с этим замечательным праздником, окончательным наступлением Нового года и что-то пожелать. С Новым Годом! Всех успехов, которые только возможны для людей. Главное, чтобы они справлялись этими успехами и смогли бы их переварить. И обязательно пожелаем всем нашим близким и родным всего хорошего и исполнения желания. Мы хотим поздравить всех таганрожцев, не выделяя лица определенные, потому что мы любим наш город, мы живем в этом городе, мы родились в этом городе и счастливы этим. И всех поздравляем, жителей нашего города, с этим замечательным праздником. И чем больше у нас будет праздников, тем больше будет в наших домах маленьких радостей. И всем желаю здоровья и хорошего настроения в этот праздник. А я хочу поздравить, кроме того, что всех таганрожцев, а также наших близких друзей, родственников, всех самых близких людей. Да, всех таганрожцев хочу поздравить. Мне нравится этот город, я в нем родился и вырос, понимаете, на глазах моих преображается. Но одно хотелось бы, чтобы коммунальная служба работала более добросовестно, чем дело. И город наш был таким, как он был, я скажу, где-то, по-моему, в 67-м или 66-м году. Он занял третье место по России по красоте и ухоженности. И парк наш, имени Горьков, в том числе был нахожден, бензор. Это как раз мне было вот те 17 лет, 17 лет, про которые, говорю, в вашей программе будет. Чтобы было не хуже, чем тогда. Всех вам благ, здоровья, благополучия, семейного счастья. Одним словом, всего того, что хотят и желают себе люди. Всех вам благ. Мы от лица нашей семьи поздравляем всех наших друзей, всех наших знакомых. Желаем им крепкого здоровья, желаем детям процветания и благополучия. А также всех таганрожцев, кто любит чистоту в городе, кто любит праздник, уважает свою историю. Всех поздравляем, всем желаем крепкого здоровья. С праздником, дорогие таганрожцы и друзья. С праздником, дорогие таганрожцы. Добра, любви, счастья и всего только хорошего в будущем году, в этом году, который наступил, конечно же. Ну и победе сборной России на чемпионате мира по футболу. Надеюсь, попадем, посмотрим. Большой праздник. Поздравляю таганрожцев, родных, моих близких. Семью свою поздравляю. Сына своего поздравляю. И всех, кто меня узнал, с Новым годом, старым Новым годом. Я поздравляю всех таганрожцев, которые есть в этом мире, и москвичей, и всю страну, весь мир, всю нашу планету, землю с праздником, с Старым Новым годом. А скоро, еще завтра будет Рождество. Так что, всех с Рождеством и Старым Новым годом. Я желаю, чтобы у всех было все хорошо, чтобы они не стеснялись дружить, не стеснялись помогать друг другу и защищать. Ну, первым делом, конечно, хочу поздравить всю мою семью, нашу дружную, хорошую, любимую семью и, конечно, всех таганрожцев. Мира нашему городу, процветания, любви. Всего-сего самого хорошего. Всех благ. Мы хотели бы поздравить всех наших друзей, всех наших камчаталов, которые приехали из Камчатки в город Таганрог. Те, кто живут в деревне Новобесергеневка, у нас там тоже очень много друзей. Всех поздравляем с наступившим Новым годом, с Рождеством. Ну и всего хорошего всем. Чтобы год был удачный, приятный. Присоединяюсь к этому, ко всему сказанному. Чтобы наш город процветал, чтобы наконец-то в нашем городе появился хороший мэр, который любит наш город, который возьмется за наш город. Чтобы он был чистый, уютный, красивый и удобный. И для отдыхающих, и для жителей этого города. Поздравляем всех со Старым Новым годом. Желаем счастья, удачи, радости. С Новым годом. Старым. С Старым Новым годом. И вас поздравляем. Да, я желаю всем самое главное здоровья. Здоровья самое. И несмотря на это тяжелое время, больше оптимизма. Все равно жизнь идет, жизнь хорошая штука. Вот мне 75 лет, и я убеждаюсь, что жизнь нормальная штука. Я всем желаю этого. Очень хочется верить, что все пожелания участников экспресс-опроса обязательно сбудутся. 2018 год будет мирным, люди добрыми, а символ года ласковым. И как 50 лет назад наш город станет лучшим в России, а сборная страны по футболу, как минимум, повторит на домашнем чемпионате мира бронзовый успех сборной Советского Союза в Англии 50-летней давности. В каждой семье будет достаток, и все мы будем здоровы и счастливы. С Новым годом. С Новым годом.